Для ревизии мы произвольно выбрали несколько учебных заведений, в которых расположены избирательные комиссии. В школе номер 8 на Бреуса откроются сразу 4 участка. Правда, до сих пор ни один из них не готов принимать горожан. Мы получили сейчас сейф, еще один дополнительно. Сейчас привезут констовары. В общем, все пока в порядке. Ждем, может, еще что-то будем получать. На избирательном участке должна быть видеокамера? Пока нет, пока ничего не установлено. А компьютеры, принтеры? Ни компьютеров, ни принтеров, пока мы не получили. Ница принтеры, компьютеры, почему не узнал? Этого еще всего нет. Даже не привезли еще. Не привезли. Ничего вообще нет? У нас только на 30-е число запранировано полное оборудование помещения. Что-то нам никто не обещал про компьютеры, ничего слова не говорили. Про принтеры, про канцелярию вы тоже не знаете? Канцелярию будет, уже получили. Обещали вчера вечером должна была прийти машина, должны были нам передать. Но пока не звонили, не говорили. Закупаются материалы и будут сбиваться кабинки буквально на днях. Вот от щитка до класса будут размещаться наши кабинки. Здесь, с этой стороны, будут находиться столы. Некоторые члены комиссии даже не знают, что на их участках должна быть канцелярия, компьютеры, принтеры и другая оргтехника. Но это еще полбеды. В ряде избиркомов отсутствуют сейфы, кабинки для голосования, необходимая мебель. Такая же ситуация и в общежитии медучилища на Радостной. Глава избирательной комиссии по телефону сообщает нам, что на участке есть кабинки для голосования. Но в разговоре выясняется, что их должны доставить якобы с минуты на минуту. Такую неорганизованность эксперты объясняют нам тем, что органы местной власти вместе с членами окружкомов не справляются с должностными обязанностями. Есть соответствующие отделы и в райадминистрации, и в исполнительном комитете, которые, по идее, должны заниматься этими вопросами. Естественно, их должны беспокоить и состояние в том числе этих избирательных участков. Безусловно, опять же, добавляя какую-то долю объективности, главные проблемы в большей степени сконцентрированы в помещениях, которые имеют отношение к высшим учебным заведениям. Там самая серьезная, тяжелая ситуация, вот там как раз самые большие проблемы. Здесь, конечно же, главе администрации нужно разговаривать с ректором университета, с ректором академии и как-то совместными усилиями решать эти вопросы. Другое дело, что в основном это все падает, вот вся эта проблема, она в основном падает на плечи членов участковых комиссий. В Киевском районе ряд избиркомов почти полностью готовы принимать горожан. В школе номер 82 на маршала Жукова говорят, на выборы хоть завтра. У нас полная почти готовность, у нас есть урны для избирателей, у нас готовятся кабинки для избирателей, всю канцелярию мы получили, оргтехника, тоже у нас есть и принтер, и сканер. Многофункциональное устройство, ноутбук, как бы это все тоже есть, аварийное освещение присутствует. Принтер? Ну, многофункционалка, да. Там и принтер, и сканер все вместе. Впрочем, оправдания у неподготовленных служителей демократии всегда находятся. Где-то обещают, что завтра все будет готово. Там, где нет пандусов, нуждающимся обещают помочь попасть на участок своими силами. Очевидно, к выборам в Одессе будут готовы в 8 утра 31 марта. Нарина Щеглова, Алексей Прокопенко, Телеканал Репортер.